Ну, я могу только сказать уже, это наши друзья, да, потому что мы каждый раз, когда приезжаем в город Одессу, они нас так очень гостеприимно принимают, это семья Липарита, его супруга Лена, вот, но сегодня первый раз будет в нашей церкви проповедовать пастор Владимир, тоже из Одессы, из церкви спасения, вот, Владимир, вы первый раз приехали в город Варна, первый раз в городе Варна, И вы знаете, вчера мы имели такое небольшое общение, вместе, когда Владимир начал говорить, я сразу понял, кто он, очень такой, знаете, один дух, ну, вот, просто, вот, мне так стало аж отрадно, что я говорю, слава тебе Господи, еще один благословенный брат приехал, будет проповедовать, и наши люди скажут, ну, слава Богу, что не один наш пастор сумасшедший, еще один сумасшедший приехал, вот, и, потому что, очень твердые вещи он вчера говорил, Владимир, и мне они очень понравились, я могу так сказать, это то, что исходит из сердца самого Бога, И поэтому я сегодня с радостью приглашаю проповедника из города Одесса, пастор Владимир, он же уличный проповедник, он же евангелист, пастор Лепарит мне сказал, что, ну, это практически один из немногих проповедников, которые почти каждый день проповедуют на улице, это, вы знаете, дорогого стоит, давайте поприветствуем брата Владимира Слава Богу! Знаете, да, действительно, для меня огромная честь, сегодня служить здесь Словом Божьим, и действительно, Слово является важным служением в самой церкви, важным служением в церкви. Потому что через Слово мы спасаемся, потому что Самое Слово есть Христос. Если мы любим Бога, то мы должны любить и Его Слово. Значит, трябва да убичам и Словото Му. Не может быть, я люблю Бога, Не может, не само да убичам и Бога, А к Слову у меня нету времени. Пак за Словото да нямам время. Я люблю Бога настолько, Аз убичам Бога толкова, Настолько я уделяю время и Его Слово. Колкото уделям времято си на Словото Му. Поэтому давайте сегодня просмотрим свою жизнь, И за това нека я прегледаме живота си днес, Как часто мы действительно прибываем с Его Словом. Колко честно наистина читаем Словото Му. Слава Богу! О чем я хочу сегодня говорить? За какво искам договоре днес? Не спивайте, да, нормально себя. Очень часто в Ветхом Завете Есть очень много имен Бога. Ему много имена на Бог. Но одно из имен Его, Где Бог говорит о том, Я Бог, который вывел тебя из Египта. И задается вопрос, И задается вопрос, Почему Бог так часто говорит, Я вывел тебя из Египта? Что особенного там произошло? Дело в том, Дело то и такое, Что дорога из Египта, Она вела в Ханан, Эрец Израэль, Да, землю обитованою. Обитованата земя. И очень многие, И множина, Которые пришли к Христу, Които идват при Христос, Они не видят путь, По которому надо идти. Те не виждат путь, По който трябва да вървет. Они хотят быть в Ханаани, Те искат да бъдат в Ханаан, Но они не понимают, Но те не разбират, Что этот путь ведет через пустыню. Че този путь води през пустынята. И я сегодня хочу говорить о пустыне. Те, кто легкомысленно к этому относятся, Или те, кто этого не понимали, Вспоминая об Израиле, Они так и никогда и не увидели Ханаан. Немногие могли достичь этого места. Потому что это очень непростое место. Это место, которое полностью зависит от Бога. Мы также сегодня, наверное, находимся все в пустыне. Египет – это то место, где мы были раньше. Место, когда мы не знали Христа. Каждый из нас жил, как он считал нужным. Но Христос нас призвал. И хочет, чтобы мы все достигли Царства Его Небесного. Это главная цель. Не наша цель – пустыня. Това не наша цель – пустынята. Не наша цель – земля. Но наша цель – Небесный Иерусалим. Но Он ведет через пустыню. Если вы когда-то бывали в таких местах, где очень жарко, вы понимаете, что там очень непросто. Почему-то Бог не вел свой Израиль, знаете, остров, где было все. Бог не вел Израил в место, где Ему вовсичку. Супермаркет. Море. Но это пустыня. Потому что Бог преследовал какие-то определенные цели. И я хочу сегодня об этих целях поговорить как для Церкви. И днес я искам да поговорю като с Церква, а с вас за тези цели. Потому что Израиль – это есть прообраз Церкви. Защото Израиль – это прообраз от Церкви. Потому что именно Израиль для нас является тем, куда мы смотрим и понимаем, что это такие же люди. Защото точно Израил – это место, когато гледам и разбирам, че те са същите хора, которые были призваны Богом. С чего я хочу сегодня начать? Чтобы исследовать некоторые грани и некоторые вопросы, которые были там. Первое, с чего я хочу начать? Что любая пустыня имеет границы. Это очень важно понимать. И това и много важно да се разбереть. Что есть начало. Че има начало. И обязательно есть конец. И задолжительный има край. Поэтому есть ли здесь и люди, которые живут и находятся в пустыне? Из-за того, ако днес има хора тук, който се намерил в пустыне, я хочу дать слова надежды и утешения. Пустыня не вечна. Пустыня-то не вечна. Она когда-то закончится. Слава Богу, братья и сестры. Но для того, чтобы пройти ее, надо понимать, правила выживания. Трябва да разбираме правилата за да уцелеем. Не мы устанавливаем эти правила. Не, ние устанавливаем тези правила. Сегодня очень смешно, когда мы устанавливаем эти правила и говорим на наших правилах, мы должны жить. И не са много забавно, когато ние установяваме нашите правила и казваме, че по тези правила трябва да живеем. Бог призывает нас не на наших условиях. Бог призывает нас не за нашите условия. Бог призывает только нас в своих условиях. Бог не призывает само с Неговите условия. Автором завета является сам Бог. я хочу показать небольшой такой пример как обычно сегодня думают люди наверное большая часть людей так представляют Бога я не могу сказать какой процент но я думаю практически большая часть и очень часто мы переходя в церковь мы оставляем это мышление но я вижу в Библии совершенно другой подход представьте вот этот пустой листик я хочу показать такой пример здесь пункт номер один здесь пункт номер два и этот список может быть у всех разный может быть до пяти до восьми пунктов где мы записываем просьбы наших Богу чтобы Бог дал нам хорошее здоровье чтобы Бог заботился о нас чтобы Он думал о моих детях и вот в конце этого списка мы просим не молим вот в этом правом углу пожалуйста Господь поставь свою подпись постави свой подпись и мы пытаемся чтобы Он исполнил этот план и не сопитвами Той да исполни този план так думает практически большая часть населения и очень многие приходя в церковь они думают что именно так мы сегодня должны видеть Бога и мы требуем чтобы этот список был исполнен но если мы будем внимательно смотреть то совершенно другой подход у Бога в Евангелии представьте это чистый лист он чистый абсолютно эта чистота нас очень часто пугает мы не знаем о том что здесь будет написано и у нас часто беспокойство и страх но именно так нам показывают служение Богу в Евангелии но точно по този начин не се представи служението к Богу в Евангелии и здесь Бог говорит не мы и тук Бог говорит не не ты поставь здесь в правом углу свою подпись ты постави в този десен угол свою подпись то что здесь будет написано это я решаю а ты просто должен довериться тому что я хочу писать потому что Писание говорит ибо все водимые Духом Божим за что-то в Писании то пишет честички сми водими от Божия Духа суть цены мы должны исполнять не свою волю церкви не своей силой совершать его служение а исполнять его служение его силой поэтому апостол Павел говорит его воля есть благая и угодная и совершенная для всякого человека мы должны познать его волю и исполнять и да я исполнявам слава Богу и вот пустыня это то место где нас предстригают большие испытания и искушения и я хочу о некоторых из них сегодня поговорить и верю для нас это как для Церкви Божьего Царства будет очень полезно с чего я хочу начать это с книги Моисея конечно исход 16 глава 1 и 4 стих открывайте свои мечи Слово Божие 1 и 4 стих и следите там 16 глава 1 и 4 стих 16 глава 1 и 4 стих и двинулись из Елима и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син что между Елимом и между Синаем 15 день 2 месяца по выходе их из земли Египетской видите то есть когда они вышли из Египта они пришли в пустыню Син первое искушение и первое испытание которое пришло для народа Божьего это 2 стих это ропот что такое ропот что такое недовольство это то что остановило Израиль это то что многих оставило там в пустыне потому что они начали обвинять Моисея Бога потому что это были тяжелые условия где надо было менять свое мышление где надо было менять свой подход к жизни как кто-то сказал мы вышли из Египта а Египет не вышел из нас и находясь в церкви они пытаются сидеть на шпагате это очень трудная позиция кто спортсмен он знает что это такое Иисус говорит больше что невозможно служить двум господам взявшись за плуг не оборачивайся назад неблагонадежен человек такой для Царства Божия если Бог тебя призвал если Бог тебя поместил в тело свое то у него есть и план для лично твоей жизни ты не случайный здесь человек у него есть призвание для каждого из нас у Бога есть помазание и сила для каждого человека и апостол Павел молится за Ефисскую церковь чтобы Бог открыл им глаза сердца чтобы каждый из них кто пришел в тело Мессии Израиля он не оставался духовно слепым он мог видеть то к чему его Бог призвал поэтому задай сегодня Богу вопрос для чего я здесь какая цель кто я такой и он обязательно даст ответ кто будет искать второй стих и возраптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне и сказали им сыны Израилевых о если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской когда мы сидели у котлов с мясом когда мы ели хлеб досыта ибо вывели вы нас в эту пустыню чтобы все собрание это умертвить голодом и и и очень интересные слова которые израильтяне высказали Моисея и Аарона во первых они начали их обвинять во вторых они стали говорить о том что лучше быть мертвыми чем идти по пустыне Египет им показался неплохим место знаете как многие сегодня попадают в церковь они вспоминают с радостью о том как они ходили на дискотеки как они ходили в бары и ни за что им не было ничего я советую таким людям пойдите в спидцентры в какие-то больницы и вы увидите конец этих людей дьявол всегда рисует все красиво но вы смотрите на конец жизни как говорит Соломон не смотри на вино как оно краснее чаши в последствии оно ужали как змея поэтому смотри на конец слава Богу итак первое искушение у них пришел голод и почему-то Господь не дал задания ангелам не построили там супермаркет когда кто хотел мог туда прийти и взять себе какую-то еду у Бога был определенный план чему-то научить свой народ и вот здесь Бог дает определенные устройства для того чтобы его народ не умер с голода и Бог давал определение устройства не умер с голода и он действительно дает этот хлеб с небес не не люди прийти но на склад и взять его в любое время те кто любили поспать понежиться в своих постелях поверьте они становились голодными поэтому этот хлеб можно было собрать только рано утром мы называем его манной небесной потому что как только лучи жгучего солнца в пустыне они прикасались к земле этот хлеб исчезал и вот это для нас сегодня является очень важным Иисус вспоминает об этих событиях когда Он говорит с фарисеями как отцы наши ели этот хлеб и умерли Он говорит о том хлебе который надо есть то есть его потому что этот хлеб был прообраз его мы все кормим свою плоть но кормим ли мы свой дух Иисус говорит я есть хлеб и мы должны есть этот хлеб чтобы жил наш дух потому что Писание говорит что спасу твое тело потому что Он говорит я спасу твою душу слава Богу давайте мы сейчас прочтем как Бог дал это все забегая наперед хочу сказать что в ковчеге завета когда он находился в храме в Иерусалиме там находилось три вещи там находился жезл на Арон который был использован в будущем там находилось еще скрижали это десять заповедей и там находился этот хлеб с небес то есть что-то очень важное для каждого почему этот хлеб был удостоен лежать во святом святых на самом деле братья и сестры это прообраз нашей молитвы если мы не собираем этот хлеб рано утром то наш дух в течение дня он голодный мы хотим слышать голос Божий но мы его не слышим потому что наш дух не напитался поэтому давайте подумаем и зададим себе вопрос во сколько я встаю нахожу ли я время для того чтобы напитаться этим хлебом что интересно дальше мы сейчас будем читать что этот хлеб нельзя было набрать на неделю вперед те кто хотели его набрать на черный день с нашей славянской мышлением на ментальностью он портился потому что нужен был свежий хлеб хлеб мы не можем жить чужими откровениями мы не можем жить чужими переживаниями у нас должно быть личное откровение личное для нас и поэтому у нас должен быть личный свой хлеб это тайная комната где ты и Христос где ты и Бог где дух он насыщается Божией благодатью давайте мы прочтем и просмотрим эти места писания через призму нового завета и сказал Господь Моисею вот я дождю вам хлеб с неба и пусть народ выходит и собирает ежедневно сколько нужно на день чтобы мне испытать его будет ли он поступать по закону моему или нет из двенадцатого стиха ибо не знали что это и Моисей сказал это хлеб который Господь дал вам что в пищу вот видите да и давайте еще прочтем несколько слов с двадцать первого стиха и собрали его рано поутру каждый сколько ему съесть когда же обогрело солнце оно таяло в шестой же день собрали хлеба вдвое по по два гамора на каждого и пришли все начальники общества и донесли Моисею и он сказал им вот что сказал Господь завтра покой святая суббота Господня что надо печь пеките и что надо варить варите сегодня и что останется отложите и сберегите до утра и как вы думаете послушались они Моисея и отложили до утра как сказал Моисей и оно восмердело и червей не было в нем видите то есть те кто собирали на день покоя оно оставалось хорошим те кто оставляли на какие-то другие дни оно что портилось для чего это мы сейчас дальше поймем чтобы исследовать Писание то есть за унези които са оставили този хляб за президента то есть оставил добър обаче за унези които са стурпали и за други дни хляб се развалял защо така не сега ще разберем итак первое испытание и первая трудность к которой столкнулся Израэль первое испытание первата трудность която се изблзнал не се еде не слушайте те кто говорит мир 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 а мира нет мы живем времена котро мы подходим к пришествие нашего Господа с каждым днем экономическое мировое положение будет становиться все хуже и хуже и с всеки един ден световна экономика ще се разваля все повече и повече и это не пессимизм это реальное понимание того что происходит мы входим в последние времена времена когда полностью его народ должен зависеть от него именно цель пустыни чтобы его народ научился зависеть от Господа И Иисус на горной пропаде он продолжает то что он говорил в пустыне не заботись о завтрашнем дне он не говорит о том чтобы мы не планировали он не учил этому он хотел чтобы его народ перестал беспокоиться и переживать ключом являлся чтобы его народ научился доверять ему и в эти последние времена мы должны учиться что Бог будет заботиться о нас он думает о каждом из нас наши беспокойства и переживания часто они мешают ему чтобы он действовал своей благодатью поэтому Иисус говорит не собирайте себе сокровища на земле но собирайте себе сокровища где на небе где ля она не ест где ржавчина она не действует слава Богу я хочу еще сказать о некотором испытании которое пришло в Израиль я уже говорил о том что пустыня это очень жаркое место там нет деревьев где можно спрятаться под деревом это постоянный поток с неба жаркого 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 солнца но как только солнце заходит в пустыне но начинается холод и это очень тяжелые такие условия для выживания но если мы увидим то что Бог сделал тогда то мы просто удивимся когда было жаркое палящее солнце а примерная история говорит о том что они вышли из Египта два с половины миллиона это огромное количество людей вот там где народ ишел и двигался над ними висело большое облако и это облако защищало их для того чтобы они могли находиться в тени в тени облачный столб а ночью не надо было никаких аккумуляторов чтобы сделать подсветку потому что ночью когда было холодно и темно был огненный столб он выполнял выполнял функцию он освещал все то место где они находились и он еще выполнял функцию обогрева и вот сегодняшнее время многие сегодня говорят я могу находиться и выжить вне этого облака мне недавно пришлось общаться с одной женщиной я задал ей несколько вопросов и она сказала что она очень любит Иисуса что ей очень хорошо с Ним она переживает особую благодарь и я задал ей вопрос с какого вы собрания она сказала я никуда не хожу я говорю как она говорит я не нашла идеальной церкви а я говорю а разве есть такая она говорит я много собраний перешла и я решила сама переживать Бог очень красиво выглядит она вышла из-под этого облака и мы смотрим на нее и нам кажется как ей хорошо но никто закон смерти жизни не отменял братья и сестры поэтому не обольщайтесь если ты сегодня решил выйти из-под этого облака вопрос смерти это вопрос времени потому что писание говорит я создам мою церковь и врата ада не одолеет ее как бы дьявол не пытался сегодня уничтожить церковь Христа ее никто не может уничтожить одна причина что во главе своей церкви что во главе церкви стоит не человек а Христос а когда он глава то он и доведет свою церковь до небес поэтому слава Богу братья и сестры давайте мы откроем это место писания исход 13 глава 20 и 22 стих и двинули сыны Израилевы из Сахофа и расположились Танам в Ефами в конце пустыни Господь же шел пред ними днем в столпе облачной мы уже сегодня рассмотрели это показываем путь а ночью в столпе огненном светяем дабы идти им и днем и ночью не отлучался столб облачный не днем и столб огненный от лица что народа слава Богу слава Богу слава Богу мы видим но насколько Бог он все предусмотрел в этой пустыне еще был важный момент в этом что те кто хотели жить по своим правилам и имели свое представление их ждала смерть поэтому сегодня как церковь Божия Бог Бог преследовал чтобы его народ Божий он был един чтобы мы держались так же и друг друга скажите братья и сестры сегодня мы живем в век когда экономический всплеск может ли онлайн служение заменить живое общение с Богом будьте очень внимательны те кто вышли из под этого облака и говорят о том что они могут жить и у них все в порядке слово Божие говорит что там смерть держитесь Господа держитесь его церкви потому что там где Бог он хранит свою церковь не выходи из под этого облака дьявол делает все для того чтобы отделить пребывая в его доме храни себя в его доме Аллилуйя братья и сестры и еще одно испытание которое также было в пустыне число 15 глава 32 стих когда сыны Израилевы были в пустыне нашли человека собравшего дрова в день субботы скажите является ли то чтобы собирать дрова грехом скажите являлись собираем дрова грех дальше будут разворачиваться очень интересные события являлись ли работа грехом братья и сестры являлись работа грех что же здесь дальше хотел нам сказать автор Моисей что он собирал дрова в субботу это день покоя святыни будьте очень осторожны братья и сестры когда вам предлагают работу когда его дом когда церковь собирается вместе этот день не отменился писание говорит о том в новом завете что что для народа божьего остается субботство мы не говорим о самом дне а мы говорим о том понимании что его народ должен уметь отделять святой так и переводится отделенный для Бога это день когда народ должен был отдыхать день когда народ должен был прийти в покой Божий восстанавливать свои силы и получив это подкрепление и обновление заниматься дальше этой работой и давайте мы посмотрим этот момент поэтому будьте очень осторожны мы все хотим кушать мы хотим иметь хорошие холодильники мы хотим иметь хорошие машины но пусть эти весы никогда не перевесят с тем спасения нашей души вы понимаете чем я говорю если положить на весы с вечности с сравняем с вечности оно никогда не перевесит поэтому апостол павел говорит умею жить и в скудости умею жить и в изобилии мы живем в пустыне и у нас есть просто средства имея пропитание одежды он говорит будем довольны а желающие обогащаться попадают в сеть и в искушение дьявольского будьте осторожны о чем когда вы желаете и просите просвещайте всегда любые свои желания через слово божие а буду ли я ходить в собрание а если у меня время для молитвы а если время для чтения писания а если у меня время для общения с его народом и если вы не видите ответа на этот вопрос оставьте это берегите свою душу в эти последние времена эта пропасть между его народом и номинальными христианами будет сильно расти 33 стих и привели его нашедшие его собирающим дрова к моисею корону и ко всему обществу и посадили его под стражу потому что не было еще предопределено что должно с ним сделать и сказал господь моисею должен умереть человек сей пусть побьют его камнями все общество вне стана и вывела его все общество вон из стана и побили его камнями и он умер как повелел господь моисею это кажется очень жестоко и вообще когда мы можем как бы не видя новый завет шторгаться в ветхий завет нам кажется о том что непонятны какие-то вещи даже жестокие у церкви даже было однажды искушение назвать бога ветхого завета как бог демиург ему дали такое имя бог жестокий а бог нового завета это иисус христос бог любви на самом деле тот же бог который действовал тогда он действует и сегодня и это один и тот же бог просто когда мы смотрим на писание через новый завет мы должны видеть в будущем должен был прийти месия христос и шла война за чистоту поэтому иисус не мог прийти в идолопоклонническую среду и те кто не были послушны богу те кто не хотели признавать господина его в своей жизни их ждала смерть пути было примерно две недели из Египта в Ханан но мы не будем считать они шли 40 лет все те кто вышли из Египта по разным причинам они просто там легли костми и это такие же люди как вы и я только два человека даже Моисей и Арон в какие-то времена делали какие-то ошибки которые им Бог не дал увидеть эту землю мы должны быть очень осторожны потому что для нас это сегодня есть Слово Божие Слава Богу И хочу задать вопрос Для чего Бог все это делает Давайте зададим вопрос Почему не мог просто вывести в Болгарию здесь так все хорошо А в пустиня потому что Бог преследует определенную цель Во-первых Бог хочет чтобы его народ был послушен ему а вторая важная часть был зависим от него и именно пустиня она помогает нам все время быть зависим от него И давайте мы откроем второзаконие восьмую главу вторая и пятый стих еще определенная цель Бога для того чтобы достиг что-то в нашем сердце и помни весь путь которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет то есть это конец чтобы смирить тебя видите то есть оказывается в нашем сердце что есть братья сестры гордость определенная цель Бога что наше сердце сделать ему послушным помните Иеремия в 31 31 говорит что я Бог который вывел тебя из Египта я оставался верным этому завету но вот я создал новый завет и в этом завете будет уникальное чудо то каменное сердце которое было в нас в результате греха падения он возьмет вырвет и вымет из нас как операцию и вложит нас сердце новое он называет это сердце каким плотяным способным слышать и слушать его что уже мы не будем рядом Бога ощущать а он закон свой вложит внутрь нас после дня пятидесятницы когда дух божий сошел на апостолов появилось сердце способное слушать и исполнять и мы живем в эти времена мы живем времена нового завета когда внутри нас живет дух божий и он делает нас способными проходить все эти трудности как Павел говорит впрочем не я но благодать которая во мне потому что когда закон был в его сердце религия была в сердце Саввел преследовал христиан он знал и исполнял все праздники приходил для поклонения Богу но он был противником Бога потому что в нем не произвел Бог эту операцию по дороге в Дамаск он пережил эту встречу и из Павла и Саввела стал кто Павел который был способен уже знать волю Божию и исполнять ее вот Бог что делает в наших сердцах он говорит кто из вас не родится свыше он не войдет в Царство Небесное вы не можете заставить людей и я брось пить брось курить брось наркотики оно не действует необходимо присутствие Божье его сила которая начинает менять жизнь человека религия она действует как из вне вовнутрь божья операция она действует изнутри и сердца на внешнее наше тело слава вот что сегодня надо нам церкви это присутствие Духа Святого когда Бог будет менять жизни когда люди в присутствии Божьем будут кричать Божие дай мне много денег что они будут кричать помилуй меня грешника Господь в его присутствии человек чувствует свою несостоятельность и он кричит как Исаия горе мне горе мне я погиб Павел кричит я бедный человек вот что кричит грешник в его присутствии он говорит я банкрот полностью я пытался сам что-то устроить но теперь я понял Господи что без тебя я ничего я никто Господь вот что делает присутствие Божье и нам надо искать Духа Святого нам надо искать чтобы его присутствие приходило слава Богу братья и сестры чтобы смирить тебя чтобы испытать тебя и узнать что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет он смирял тебя томил тебя голодом и питал тебя манную которой не знал ты и не знали отцы твои дабы показать тебе что не одним хлебом живет человек но всяким словом исходящим из уст Господа живет человек помните помните когда сатана искушал Христа в пустыне именно эти слова он использовал Христос чем искушал его дьявол голодом но он поставил что слово Божье оно выше этого состояния одежда твоя не ветшала но на тебе и нога твоя не пухла вот уже 40 лет и знай в сердце твоем что Господь Бог твой учит тебя как человек учит что сына твоего что Бог хочет чтобы мы просто были богатыми чтобы у нас все было хорошо что Бог преследовал когда он поместил свой народ в пустыню чтобы народ знал его волю и был послушан ему а он обещает хранить он обещает думать о нас слава Богу братья и сестры доверимся ли мы ему сегодня доверимся ли мы всем своим сердцем ему вопрос Аллилуйя и последнее место писания на сегодня где также апостол Павел во свете тех событий которые переживал Израиль он как бы подводит некий итог первое коринфяно братья и сестры десятая глава первое по шестой стих не хочу оставить вас братья в неведении что отцы наши все были под облаком мы уже сегодня говорили и все прошли сквозь море видите очень часто мы будем здесь сейчас читать его стихи все то есть огромное количество но пустыня стала испытанием для многих кто сегодня как-то равнодушно относится к тому о чем сегодня я говорю есть огромный вопрос увижу ли я хана в пустыне надо учиться слушать и понимать что Бог говорит и в этом есть успех и псалмопевец говорит ты будешь как дерево посаженное при потоках вод слава ему братья и сестры не живи страхами не смотри какой курс долара он имеет тенденцию прыгать у нас тоже в сердце начинаются скачки лучше почитай эту книгу аллилуйя как медик у вас пастри он говорит это очень хорошее сердцебиение сразу начинается здоровая духа аллилуйя как доказал пастур и он говорит все крестились в Моисея в облаке в море и все видите ели одну и ту же духовную пищу и все пили одно и то же духовное питье ибо пили из духовного последующего камня камень же был что кто Христос но не об многих из них благоволил Бог ибо они поражены были в пустыне а это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они что были похотливы да пусть наши желания братья и сестры они совпадают с его волей с него и я верю что пустыня не для смерти а для славы Божьей те кто поймет его волю будут послушан и в эти последние времена будет использован Бога слава ему аллилуйя давайте пристанем на наши ноги и помолимся вся слава только Господу слава Богу не выходи из под облака Божьего не помни что онлайн служение не заменяет живого общения это может просто дополнять жертва общительности пребывай в доме Божьем пребывай в его общении что бы ни было и не будет в этом мире Бог никогда не оставит свою церковь это самое дорогое что у него есть это ты и я мы достались ему дорогой ценой мы куплены его кровью братья и сестры давайте помолимся разберемся со своими страхами внутри разберемся со своими переживаниями внутри и отдадим их Господу не повторим тех ошибок которые делал Израиль пустыня а дойдем до конца достигнем воскресения мертвых придем в Ханаан придем в Царство Небесное и услышим эти слова и тогда мы сможем уже сказать Господи все но сейчас мы на территории врага бодрствуй смотри куда смотришь смотри о чем говоришь слава давайте помолимся братья и сестры смотрим все на Господа давайте закроем глаза и пусть Дух Божий особо сегодня посетит нас слава Тебе тот же Дух который сегодня здесь с нами Он тогда был и в пустыне с Его народом потому что Писание говорит что Дух Христов был в пророках Христа еще не было земного Его служения но Его Дух уже жил в тех кто видели Его будущую славу мы живем после тех событий когда это уже все произошло нам надо жить верою в Того который уже был слава ему молимся церковь молимся слава в нем слава ему слава тебе Христос слава тебе слава 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 мы молим тебя Отец Господь дай нам свежести обнови наши силы сегодня здесь взывай дом Божий взывай церковь Господь те кто сегодня вышли из-под облака и говорят что они могут жить не верить им людям не верить им людям нет спасения вне церкви если бы кто-то мог спастись сам самостоятельно у телевизора тогда бы Бог не родил бы народ Божий слава ему давайте поднимем руки братья и сестры давайте давайте взывать Дух Святой давайте спокаяния обновлять свои силы аллилуйя не смотри по сторонам не смотри то что происходит в этом мире это только начало смотри на Христа смотри на то что Дух Божий сегодня хочет сказать начни с утренних молитв ну начни собирать этот хлеб с неба ну начни быть послушным Богу приходи на наш шаббат отделяй это время для поклонения прибудь с Богом прибудь с Богом слава тебе Иисус Дух Святой обнови наши силы во имя Иисуса во имя Иисуса Христа слава тебе если есть люди которые сегодня хотят обновления своей жизни если вы чувствуете что вы уже приходите много лет собрания ну вы как бы угасли ваша жизнь она сегодня стала теплой сегодня надо обновиться в жизни начните с этого хлеба начните собирать этот хлеб для своей души вы увидите перемены вы увидите новые желания обновитесь в этой первой любви если есть такие люди поднимите руки выходите наперед мы сейчас помолимся с вашим пастырем во имя Иисуса если есть такие люди выходите слава тебе Иисус слава тебе слава тебе Иисус слава тебе Господь слава тебе Иисус отдавай нам свежесть обновляй обновляй не будь унылым не будь черствым обновляй свою жизнь проповедуй слово Божие но насаждая Евангелие говори о Христе везде исполняйся силой Божьей во имя Иисуса Христа будь под этим облаком оно хранит когда ты приходишь в присутствие Божие когда ты в доме Его слава тебе Иисус слава тебе Христос во имя Иисуса Христа аминь братья и сестры слава Господу слава Ему аллилуйя братья и сестры хочу задать вопрос есть ли здесь люди которые пришли впервые а может быть не впервые слава Богу Бог видит ваши руки и может быть не впервые но вы если сегодня не знаете что если вы умрете что вы идете на небеса то вам необходима встреча с живым Христом религия не спасает братья и сестры мы сегодня вспоминали о Савле она только убивает необходима личная встреча с живым Богом эта встреча происходит только когда человек говорит Господи прости меня это называется покаяние разворот когда Дух Божий он входит в сердце и дает эту новую жизнь способное сердце слышать и слушать сколько меня не пытались перевести Господу вот так вот тянули даже я сзади стоял моя жена помню в ногу тычет и говорит иди покайся иди покайся ничего не получилось но но когда впервые я сам сказал Господи я грешник и на меня никто не давил я человек который мне предлагал прийти к Иисусу я сам сказал хочу произошла эта встреча мы не можем заставить кого-то прийти к Богу мы не можем покаять людей пока сам человек не созреет и не придет поэтому если есть такой человек кто хочет сегодня пережить эту встречу пережить это спасение души своей выходите наперед вы подняли руку да первый раз слава Господу как вас зовут Оксана вы хотите сегодня сделать этот шаг встретиться с Христом если вы сегодня умрете вы будете в Царстве Небес у вас не было этой встречи вся цель христианства это не просто знать что есть где-то Бог а это иметь личные откровения о том что после смерти нас ждет спасение слава Богу пройдите сюда вперед я не знаю как у вас слава Господу ну развернитесь проходите сюда проходите слава Господу проходите есть еще сегодня люди которые сегодня хотят подать кто впервые здесь а может быть вы потеряли это и шли осуетились слава Богу да я сейчас передам вашему пастыре да помолитесь наверное да пожалуйста пастыр Геннадий очень приятно Александр вы согласны со мной произнести молитву покаяния вот даже я пастырь уже очень давно больше 25 лет я каждый день осозную себя грешником что я где-то согрешил где-то совершил ошибку и каждый день я прихожу к Богу и говорю Господи проси меня пожалуйста опять тем более когда если первый раз в церкви давайте мы вместе помолимся просто повторяйте за мной вот эти слова Господи Иисус Христос прости меня пожалуйста за все мои грехи которые я когда-то сделала осознанно или неосознанно омой меня своей драгоценной кровью и прими меня в число детей своих помоги мне принять рождение свыше и стать твоей дочерью благодарю тебя великий Бог за то что когда я исповедую грехи свои кровь Иисуса Христа так написано очищает меня от всякого греха и теперь я оправдан очищена от всех грехов и принята в Божию семью и прошу тебя дай мне силу Святого Духа разуметь твое Божье Слово читать Писание общаться с твоими детьми приходить в собрания и иметь общение с великим всемогущим Богом Отцом через жертву единородного Сына Иисуса Христа в общении Святого Духа который Бог открыл нам и мы имеем и я имею дерзновение с этого дня входить во святая святых Богу омывшись драгоценной кровью Иисуса Христа спасибо тебе дорогой Господь за эту великую милость и спасительную благодать за то что я могу сегодня назвать тебя Папа и ты называешь меня своей дочерью и мы молились молитвой согласия во имя Отца и Сына и Святого Духа во имя нашего Господа Иисуса Христа Если согласна скажи Аминь Будь благословен Оксана Очень рад Слава Богу